Вот такой вот парень. Объевшийся я что-то очень много вешаю. Понеслась. Маленькая, ты что такой худой был? Намекну, да? А не пора ли? Я не понял. Что, вопросы какие-то ко мне? Что идеально? Дурявенькая такая. Уж этой. Желтый витер, по-моему. Тарзан. Тарзан, в среду. Всем доброе утро. Доброе утро. Смотрите, какое оно солнечное. Дай-ка, выйду на солнышко. А, засветило меня? У Вики. Травянчик. Отравил. У нас лето наступает, можно сказать. Хотя на улице снова снег. Вчера тоже был снежище. Мы, по-моему, вчера даже на улице не сняли, да, ничего? Да, я вчера на улице-то и не была. Не была все равно. Вообще жесть. Вот. Ну, а у меня что? Так, подержи камеру. Я настрою свои весы. Я не забросил. Не надо думать, что я тут это... Если я не снимаю, значит, что я не слежу за своим весом. Так что, ничего, сейчас завешиваемся. Та-да-да-дам. Та-да-да-дам. Что там? Нет, вчера почти не ел. Ну, какой ты молодец. 89. 83. Ну, это фиг, я не могу за неделю скинуть 3 килограмма. Когда я ходить-то начал? Я не помню, какого числа ты начал. Ну, в общем, ты молодец. Но пока еще есть. Есть. Да нет, это знаешь, это я... Ну, это так, оно бывает. Время бывает. Вот мне весит всего года. Так, вау, 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 вау. А потом плюс 2 килограмма, то ну нафиг. Как так? Че за ешь? Да ладно, все нормально, не переживай. Да нет, главное, что... К лету похудеешь. К лету похудею. Атакат. Атакат, парень. Ну, ладно, дай я вам камеру. Не могу, да, без камеры, кажется. Какое-то не это. Ну, все, ладно, давайте. Давайте, всем доброе утро. Давайте, на позитиве. Family Look. Вас приветствуют. Думаем о хорошем. Пока, когда человек. Все думают, что я... Такой вообще нормально подтянутый. Не, ну ты так-то с виду нормальный, конечно. С виду. А в жизни не это, да? Я и свистнусь, я... Не, ну ты, да, ты всегда нормальный. Вот видите. Всегда нормальный. В общем, да, давайте. На позитиве. Все, давайте. Без гундоцтва. Без гундоцтва, и чтоб день на позитиве, и все хорошо. Все. Давайте, ничего не знаем. Никого гундоцтва. Прогноз погоды от Вольфов. Минус 11. Не больше, не меньше. Днем обещают. 10, 8. В общем, холодрыга. Так, где твоя машина? Поэтому расслабление можно весенних вещей пока не делать. Ага. Рано делать расслабление весенних. Это в мою машину. Все замерзли, смотри. Ну, колодки у тебя примерзли. Потому что вчера была, видимо... Где-то по лужу проехала. Все, колодки примерзли. У меня однажды задние колеса не крутились. Ну, так вот не крутились, серьезно. Я отъезжаю, а у меня колеса скоблят. Просто, я не знаю, на полдвора проехал, пока колеса начали крутиться. Все замерзло. Ну, ладно. Что мы все, о холоде, да о холоде. Давай, искай твою машину. Давай, я тебе говорю, где моя машина. Биби, которая греет. Туда, туда, туда. Давай, давай, направо. Да. Направо, потом налево. Налево? Не, не, налево, налево, налево. Ну, можно было там проехать, но давай лучше тут. Сюда показывал. Ну, да, я говорил, за дома. Теперь снова направо. Это мы все по двору едем. Потихонечку. Да вон она! За пределами, ничего не за пределами. Да вон она! А, вон она. Вон она. Стоит. Грязнулькин. Который не смог завести с окна. Сейчас будем замерзать, все камнем сидеть. Давайте пока кресло устанавливать. Давай, давай. Все, я пошел кресло ставить. Все, сгребаешься. Сгребаешься? Слушайте, я на обед пришел. Да. Сгребаешься. На обеде я работала. Сегодня, да, увезли Макса мы. Что ты? Работала. Ну, я что, я не могу. Я не могу. Растерялся, да? Тима, что ты стоишь? Растерялся. 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 Давай я отойду к тому зеркалу. Так что это... Так, у меня нет в кадре? У тебя нет, можешь одеваться. Мне кажется, я еду. В общем, я предлагаю... А то там еще не видел. Я предлагаю шкаф, в общем, прибрать. Давай, сегодня плательный шкаф, а на неделе достанем весеннее. Можно тебе это вернуться? Нет. Весеннее, осеннее вещи еще надо как-то достать, посмотреть, что там у детей есть еще, нету. Детям? У меня гардюра, по-моему, не сильно отличается зимнее от летнего. Там разве что совсем чуть-чуть. Так, я объелась. Ага, сколько ты объевшись? Объевшись, я что-то очень много вешаю. Ну, давай. 49 900. Сколько? 49 900. Много? Мне кажется, это было больше 50, все, можешь мне показывать. Больше 50 я давно уже не была. Когда беременна, только больше 50 вешаю. Ну, и один раз, один период моей жизни весила 52. Ты сейчас 52 не весишь? Нет, конечно. Почему, мне кажется, что... Чего ради-то я 52-то буду вешать? Не знаю. Просто недавно кто-то спрашивал. Сколько ты весил 55? И мне такие, как, нет, 52. Не писай. Ты что, похудел, что ли? Что-то я уже не помню. Ну, в общем, ладно, что мы заболтались. В общем, вечером присоединяйтесь, будем шкаф разбирать. Покажу вам свои наряды какие-нибудь затерявшиеся. Измени. С тобой, с тобой. С Викой. Вика так любит мои наряды. Это вообще мой... Ну, вообще, вот то, что... Ну, я тебя прям сильно заставляю шкафы перебирать. Ты мне просто покажешь то, что тебе не надо. Я просто буду стоять с камерой, хорошо? Окей. Ладно, еще раз тебе достой. Ладно, все. Всем хорошего дня. Ну. Понеслась. Разбор вещей. Разбор. Ну, я тут так, за оператора постою. Я сейчас сначала... Я не имею к этому отношения. Ты сначала все достаешь. Я сейчас вот тут вот приберусь нормально. Ага. Сложим, потому что ты можешь пока поставить и выбрать то, что ты не носишь. Да я все ношу. Пусть висит. Да, но не все ты носишь. Ну, не все ношу. Ну. Давай, разберем. Еще. Так. Вот это носишь? Ношу. Рубашка и футболка пола синяя. Вот это пола ты разве носишь? Вот это пола... Дай его уже выкинуть надо. Вот видишь. Оно уже прям никакое. А вот эту рубаху ты разве носишь? Эту рубаху... Вот эту футболку. Вот эту я дома иногда ношу, кстати, классно для дома. А, рубаху. Рубаху... Она тебе вот как-то раньше нравится, а сейчас ты говоришь, что она тебе не нравится. Не, ну слушай, она нормальная, просто ты из-за того, что... Из-за того, что она тебе не нравится. Ну, из-за того, что она мне изначально даже не нравится. Не знаю. Так, а вот эту... Ну, ты мне ее подарила и я ее носил. Я же тебя люблю. Это, короче, вот эта классная футболка. Только почему-то я в ней какой-то выгляжу в коротконогии. Она какая-то длинная. Как-то... Ой, я что-то снимал какую-то стену. Это даже явно тебе... Вот это вообще малая мне рубаха. Кстати, ее надо мне померить, потому что я бы ее дома носила. Давай, отлично, рубаха. Для тебя. Или для дачи. Мне она какая-то малая, не знаю. Так, тут мое надо, ты на смотри. С этой оранжевая футболка не знаю, что делать. С какой? Ну, с этой. Давай я ее померю. Скажешь мне, как я все-таки в ней вижу. Она вроде прикольная, а что делать, не знаю. Так, а вот этот вот, наверное, уже свитер. О, синий свитер. Дедушкин я его называю. Дедушкин свитер. Ладно, давай. Не знаю, что с ним делать, как бы. Ну, нормальный свитер, но я его не ношу. А что твой подстаник-то делает? Какие? Старые? Ну, не знаю, какие. Ну, ждут свою зиму. Ладно, мерь, давай рубаху. Давай. Так, ну, в принципе, она нормальная такая. Как ты носил эту рубаху? Она мне как бы. Я вообще не знаю. Она, видишь, у нее что, фишка-то? У нее вот эти рукава застегиваются вот здесь вот. И у меня бицепсы, короче, здоровые. Я ее не мог. Я в тенце и ногу носил даже так, в принципе, на выход. На выход, да. Маленькая. Ты что, такой худой был? Да, она мне сраблок эта маленькая, не знаю. Я ее носил под это. Кстати, ее раз, да, раскрытая. А я ее не застегивал, она у меня с рублокой носилась. Нет, все, я рубаху все забираю. Ну, я потом закрою, но тут вот еще, знаешь, это всякие беременные. Ну, нормально, нет мне в этой оранжевой футболки. Ты мне скажи, про тебя понятно все? Ты сейчас у меня отработаешь у щичек себе. Ну, футболочку, то еще что-нибудь. Отработаешь. Вот в этом можно ходить в офис? Мне вообще она нравится. Ни ночью, нет. Я, походу, ее покупал, у меня был вес побольше. Потом я похудел, и когда я худой, она, короче, вот так вот спадает. Нормально. Как платина мне смотрится. Смешей беременной. А когда потолстеешь, маменька, она снова так вот, хоп, и вроде нормально. Что, беременные штаны пропадают? Пусть пропадают. Мы это обсуждали недавно. Ничего? Надо беременные вещи. На авито. Да, да. Отдать. Беременную женщину? Беременную. Компорт. Не знаю. Ну, надо найти беременного человека в твоей комплекции. Я отдам Наташу. Пусть беременеет, да? Беременная, будет она. Это Танина сестра. У них одинаковая комплекция. Я сейчас сложу эти вещи. И ей немного намекну, да? А не пора ли? А не пора. Скоро, наконец-то, будут летние вещи. Яркие. Испанская юбка. Ну, она не из Испании куплена, просто я так ее называю. А у тебя, кстати, этот есть. Светерок вообще. Светерок блатной. Это не светерок, это... Как это называется? Что? Вот эта штука как называется? Я не помню. Блин, у нее уже есть название. Так, я не понимаю, что мы делаем. Так, ну все, ладно. Я просто вижу, что ты вещи просто массаешь. Давай, я раздеваться буду, выключаю камеру. А что, мне кажется, вот так вот воротник поднял. И пошел даже. Так, я не понял. Что, вопросы какие-то ко мне есть? Хватит. Девочка, это юбка? Ну, я ее в Тайланде, помнишь, покупала? Ага. В 2011 году. В 2011 году? Она до сих пор хранится. Она стоила 13 копеек. Мы тогда дороже ничего не покупали. Ну, нормальная, кстати. А что не носишь? Ну, куда я ее носить-то буду? Ну, куда? В Тайланде была актуальная. В Красноярске. В Красноярске актуально. Взяла бубен, пошла по улице. Ну, понятно. Песни петь. Надеюсь, я никого не обидел этим. Да? Это у меня из чего она? Это рубаха льняная. Льняная? Я не знаю. Ну, написано тут где-то было. Угу. Сейчас прочитаем. Льон. Вот. Линен. Ну, короче, она из льна. Ну, тоже такая необычная. Такой, знаете, рубаха парень. Так, еще раз. Что-то давно не играли. Мы в In Love. Кто-нибудь видел наш выпуск, где мы играем в In Love? Он был где-то осенью. После Испании, по-моему. Так, ну ладно, наверное, что тут сильно снимать? Что тут сною я тоже нету. Ну, я думаю, никому не интересно тут все твои юбки разглядывать. А может, интересно. Дай я хоть покажу. Кстати, кому интересно. Вот интересно, чтобы Таня взяла и каждую свою юбку показала. Да, я может потом вот сейчас порядок наведую. А вот примерочку. Если вы хотите, я покажу. Примерку устрою, да? Вот если тебе по платье. Платье огонь. По бокам белое, сыночка. Да, и оно становится вообще мега худенькое в нем. Ну, потому что белый край не видно. И оно прям осинное талии. У нас заряд заканчивается на камере, я тебе скажу. Что-то неровно, какой-то воротник. Да ладно ты? Короче, я понял. Мне надо просто руки все время в карманах держать, чтобы вот это в платье не отваливалось, и тогда нормально. Ну, видимо, оно на какого-то дреща повыше меня. То есть он дрещ, но высокий. Как бы оно мне в ключах-то нормально, а вот по длине я не вышел под эту футболку. Ну, ну что тут еще? Платье. Еще платье. Платье, платье. Коробки вон на антресолях. Ну, туда я не поезжаю. Шляп на коробке, елка хранится там. Это уже меня не касается. Я тут Макса спать укладывал. Он, короче, на машине заехал сюда, прям ночью в темноте. Закрыл одну дверь, открыл вторую, и там выехал на машине. Я был в шоке вообще. Я был в шоке. А, это было не в обед. Это было в обед я попытался уложить на выходных. Не ночью это было. Да. Я вот как раз рассказывал, как ты тут ходил кругами. Ты капусту ешь? Да? Как тебе платье, Ма? Платье отличное. Давно ты его не носила? Я его вообще, можно сказать, не носила. А почему ты его не носила? Потому что я, это, оно мне как-то было большевато. А сейчас смотри, как оно идеально сидит на ней. Вообще идеально сидит. Древенькое такое. Ну. Тля по чикла. Шутник, шутник, что тут делать? Не, ну слушай, классное платье, да? Вообще классное платье. Ну все, видишь, я новое платье себе нашла. Сэкономили бабки. Когда-то мы его купили. Ну да. Ну, давай носи, не знаю, мне нравится платье, агонь. Я вообще люблю такие вот платья в обтяжечку. На тебе, когда они. Ну, хоть так. Ну, конечно. Хоть это. Реабилитировался. Так, ну давайте дальше смотреть. Давай дальше. Так мы вроде попрощались. Ну, а ты пришел с камерой меня снимать. Ну, я что-то пришел в такое платье, думаю, блин, надо снять. Давай, за тебя спрячешься, я. Раздетый. А, ну спокойной ночи, собственно. Я забыл, что пришел-то. Всем спокойной ночи. Приятных снов. Приятных снов. А мы... Я пошел своими делами заниматься. Так, не стучи по зеркалу. А Тане будет это, гардероб. Дай я сейчас быстро раскидаюсь. Давай. Я вспомнил, это называется кардиган. Мы никак не уйдем, да? Мы никак не уйдем. У Тани очень классный платье. А вот смотрите, платье беременной покупала, мне кажется, можно... Ну, оно же не для беременных, оно обычное. Ну, надо просто подтянуть. А, это отсюда лямки были. Я их собрался сзади завязывать. Нет, сзади нету лямки. Нету лямки. Ну, мне кажется, нормально. Ну, просто можно подумать, что беременна, потому что неоднозначна. Да, ну и пофигу, что по этому. Да и пусть думаешь. Платье классное. Там мне классное, вообще нравится. Оно такое, знаешь, это... Крестьянка. Под твой кардиган. Да, под мой странный наряд. Раздетый в кардигане. Ну, я сейчас запишу, ты, если плохо получится, не вставляй. Как этот, знаешь, как он? Муж этой. Желтый витель, правильно? Тарзан. Тарзан, он все равно такой ходит. Ой, ну хватит. Не, ну все, мы тут... Все, у меня наконец-то хватает. У меня даже есть бонусные вешалки. Капец. Шикарно. А где три пакета для... Я их коридором сону. Ну, короче, мы собрали три пакета вещей. Если пойдем в H&M покупать что-нибудь там... Там можно сдать и получите... Сдаешь старые вещи, да, и тебе 15% скидка дает, а не утилизируйте старые вещи. Чего ты убрал? Сейчас все торчит везде, некрасивые снимаешь. Да я нормально, я себя снимаю, я красивый. Ладно, все, давайте, спокойной ночи уже. Да, это, видите, только самый терпеливый. Завтра будет другой влог. Новый. И другой шкаф. И после... Нет. Это перебор. Столько шкафов беремо. Ладно, спокойной ночи. Спокойной ночи, пока-пока.